Своего любимого сына Юра не дождалась из Афганистана Нина Маткова. Он погиб в 81-м. Ему было 23. Офицер-ракетчик Матков попал в засаду и, спасая своих солдат, вызвал огонь душманов на себя. На теле Юры насчитали 17 ножевых ранений. Годы проходят, но никто не в силах унять боль материнской утраты. Правда, есть люди, которые помогают женщине жить без сына. Он закончил 21-ю школу. И вчера я там была. Я им очень-очень благодарна. Они чтут. Вот 39 лет, как нет сына, они чтут до сих пор. И меня приглашают на каждое мероприятие. И каждый день рождения даже отмечают его. И на кладбище ездят три класса имени Юры Маткова в нашей 21-й школе. Каждый год приходят к мемориалу скорбящие ангелы и полковник запаса Сергей Прохоров. Он бывший командир эскадриль вертолётчиков, кавалер Ордена Ленина и двух орденов Красной Звезды. Я в Афганистане потерял 9 экипажей. Это очень много, конечно. Все ребята были. Молодые парни, 25-28 лет. У мемориала на Октябрьском проспекте несколько раз в год встречаются ветераны боевых действий и родственники погибших в военных конфликтах, чтобы возложить цветы и почтить их память минутой молчания. За 10 лет войны Афганистан стал частью биографии более трёх тысяч жителей Владимирской области. 78 из них не вернулись домой. Горе пришло в семьи погибших. Я хочу преклонить голову перед матерями погибших. Пожелать им крепкого здоровья, которые потеряли сыновей, которым было 18, 19, 20, 20 с небольшим лет. Три ангела склонились под тяжестью горя по краям мишени креста. Мемориал «Скорбящие ангелы» городу подарили скульпторы Игорь Черноглазов и архитектор Николай Волков. В этом году исполняется 20 лет с момента его открытия. Именно здесь владимирцы могут, не скрывая слёз, разделить боль утраты. Ирина Начарова, Сергей Скороходов, Олег Майков, Губерния 33.